Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Мы начинаем наш вебинар, наш последний вебинар, нашей вебинарной, первой вебинарной недели 2019 года. И сегодня нам предстоит послушать, принять участие в вебинаре Татьяны Телегиной, который называется «Поиск информации, ресурсы, сервисы бестропоиска в условиях ограниченного времени». Прежде чем предоставить слово Татьяне, я хотел бы, как всегда, сделать несколько объявлений по поводу тех ссылок, которые я дал в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наш сайт, на сайт Директ-Академии. Его главная страница является страницам расписания наших вебинаров. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все мероприятия предстоящей недели, а также, если перемотаете страницу вниз, то на все мероприятия до конца учебного года, до конца июня 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. И в настоящий момент на этом канале у нас ровно 400 роликов записаны и аккуратно складированы. Данный вебинар тоже записывается, и его видеозапись будет помещена в ближайшее время на этот видеоканал. Поэтому, милости просим, подписывайтесь на видеоканал, чтобы быть всегда в курсе всех событий. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов, где есть предложение о 9 онлайн-курсах. Вот недалее, как вчера, появился новый курс. Можете с ним ознакомиться. Это курс Лидии Мазуновой. В ближайшее время появится еще один курс, не буду упреждать, но где-то в середине января у нас будет уже предложение из 10 курсов. Так что заходите на эту страницу и посмотрите, может быть, что-то вас заинтересует. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, на которой вы сможете приобрести сертификат после участия в мероприятии. А также на всех предыдущих мероприятиях, которые вы посетили уже. Я хотел бы также дать информацию о трех предстоящих вебинарах. Сейчас я ее помещу уже в конец нашего чата. Вот эта информация. 14 числа в понедельник, 14 января, Ольга Машкова из Московской библиотеки имени Некрасова проведет вебинар под названием «Электронные ресурсы публичных библиотек». 15 января, во вторник, Игорь Белянин из Нижегородского технического университета проведет вебинар под названием «Дистант ТВ. Обучающее телевидение. Это просто». И, наконец, 16 числа в среду наш генеральный директор компании «Директ Медиа» Константин Костюк проведет вебинар под названием «Профессиональные контентные системы и рынки знаний. Итоги 2018 года и динамика последних лет». Ну, вот, у меня все... Я исчерпал все свои объявления и хотел бы передать слово Татьяне для проведения сегодняшнего курса. Прошу на связь. Стараюсь выйти. Вроде получилось. Отлично, отлично. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Ну, что ж, пожалуй, начнем нашу сегодняшнюю встречу. И мне хотелось бы по традиции проверить нашу связь. Хорошо ли видно, слышно? Видно ли рабочий стол? Ставим плюсики в чат. Презентацию скачать можно из папки «Ресурсы» справа вверху. Презентация сегодняшнего вебинара уже загружена, поэтому можно ее скачать. Ну, и тема наша сегодняшняя, она как бы объединяет две темы, которыми я плотно так по жизни, получается, занимаюсь. Это и тема информационного поиска и библиография. Ну, по-первых, образование библиограф. Наверное, уже часть жизни. И вторая тема – это тема тайм-менеджмента. Поэтому вот они как-то в сегодняшней теме так органично, наверное, соединились. Как пользоваться, какие есть ресурсы, какие есть сервисы, какие есть приемы, которые нам помогают быстрее находить нужную нам информацию, не затрачивая при этом лишнего времени и лишних усилий. И тема, как оказалось, достаточно актуальна. Вот, судя по вчерашнему буквально разговору со студентами после итогового мероприятия, мы выяснили, что, оказывается, для них это очень-очень актуальный вопрос. И я думаю, что не только для наших студентов-первокурсников. И сегодня мы с вами как раз и познакомимся с такими ресурсами, сервисами, которые помогают нам обеспечить быстрый поиск, когда времени недостаточно, сэкономить наше время именно на эту техническую, на техническую сторону. И начнем мы, в общем-то, с такой темы, как цифровая грамотность. Ну, вообще-то, информационный поиск, поиск информации в сети интернет – это одна из составляющих цифровой грамотности, которая определяется как набор знаний и умений, необходимых для безопасного и эффективного использования цифровых технологий, ресурсов интернета. И включает в себя три составляющие – это цифровое потребление, компетенции и цифровая безопасность. Под цифровыми компетенциями понимаются навыки эффективного использования технологий. Цифровое потребление – это знания и использование интернет-услуг для жизни и для работы. Цифровые компетенции – это навыки, как я уже сказала, эффективного использования технологий. И цифровая безопасность – это основа безопасности в сети. Вот это определение данное РАЦИД – это проект региональной общественной организации Центра интернет-технологий. Немножко пару слов скажу об этой организации. У них есть очень интересное исследование, которое может пригодиться вам, если вы занимаетесь вопросами цифровой грамотности, либо пишете статьи. Есть очень интересная информация. Ссылочку я вам сейчас в чат скинул. Берите, копируйте, забирайте, пользуйтесь. Дело в том, что они… Вот сейчас, кстати, в социальных сетях, в частности, на Фейсбуке, во многих профессиональных группах, я встречаю такой перепост идёт информации о индексе цифровой России, по-моему, так он называется, Сколковская разработка. Это разработка, методика впервые за 2018 год. Это, конечно, очень здорово. Но есть ещё один индекс цифровой грамотности России, впервые реализованный вот как раз этой организацией РАЦИД в 2015 году. И ссылка, которую я вам скинула, она содержит данные. Там есть данные по исследованиям за три года, 15, 16 и 17, об уровне цифровой грамотности в России, причём сделано это по федеральным округам, да, с такой региональной привязкой. И по данным этого исследованиям был выявлен рост цифровой грамотности по России в целом где-то около 6%. Ну, естественно, с различием по… небольшими различиями по округам. Но в целом отмечается рост цифровой грамотности. Однако, да, кстати, эти же данные и этот же вывод есть ещё в одном исследовании. Есть международный рейтинг. Так вот, тоже ссылку на него я вам скидываю. Забирайте, пользуйтесь. Международный рейтинг индекса цифровой культуры, по-моему, майкрософтовский, основанный на глобальном исследовании, проведённом в более чем 14 странах, в том числе и в России. То есть, если вам нужны цифровые данные, данные и статистики, касающиеся цифровой и информационной грамотности, вот, пожалуйста, этими ресурсами можно пользоваться. Источники вам сразу даю сюда. Но, несмотря на, казалось бы, такие хорошие выводы и цифры, несмотря на общий рост общего уровня цифровой грамотности, проблема всё-таки остаётся. Вот буквально вчера мы со студентами с этим столкнулись на итоговом мероприятии нескольким студентам, которые получили, между прочим, очень хорошие оценки, четвёрки-пятёрки, но не выполнили письменную работу. Я им задаю один вопрос. Говорю, ребята, не бойтесь, вот теперь по-честному скажите, почему при хорошем знании предмета вы не выполнили письменную работу? Вот вам чуть-чуть не хватило, чтобы получить автомат и не задавать итоговое мероприятие? Ответ был один. Трудно было найти информацию. Я им поставила просто условие не пользоваться непроверенными, недостоверными источниками, а брать информацию из статей, из профессиональных сайтов, из научных публикаций. Трудно было найти информацию. Вот, казалось бы, цифровое поколение, родившееся с гаджетами, едим и спим, не расстаёмся, а с поиском возникли проблемы. И когда я им показала несколько ресурсов, как это можно делать, я говорю, что же вы молчали? А нам было стыдно признаться, что мы не умеем искать информацию в интернете. Вот это вот меня, конечно, поразило. Пришлось поругать, что для того преподаватели и есть, чтобы помогать, а не наказывать. Но первокурсники только-только начинают учиться, ещё как бы не совсем адаптировались. И я им показала, говорю, хорошо, окей, ну оценки хорошие получили, всё нормально. Я говорю, но на будущее, вот посмотрите, какие есть ресурсы. И некоторые из ресурсов я им показала. Вы знаете, меня, ну и парочку приёмов, как ускорять поиск в интернете, как отсекать лишнюю информацию, вот этот самый информационный шум. Вы знаете, меня поразила реакция студентов, когда они мне сказали, вы знаете, вот сейчас за 15 минут мы узнали больше, чем за все годы обучения. Ну это для меня, честно говоря, был шок. Поэтому для себя я, например, вот такой урок извлекла из вчерашней истории, что нужно уделять побольше времени, побольше внимания студентам, возможно, какие-то скринкасты, ролики для них делать именно по поиску информации. Не всегда они этим делятся с преподавателями. И, видимо, не всегда их этому учат, не на всех предметах, а вещь-то необходимая, вещь незаменимая. Поэтому для себя я взяла вот такой на вооружение, такой опыт, опыт извлеклась в вчерашнем разговоре, что, оказывается, существует такой парадокс, о котором они тоже вчера сказали сами. При большом обилии информации есть дефицит, есть информационный дефицит. Вот парадокс нашего времени. Рост информационных потоков, рост вроде бы, рост цифровой грамотности в общем, но с другой стороны информационный дефицит. Причем этот дефицит можно разделить на четыре вида. Это фактографический, это нехватка фактической информации, то есть информация о конкретных существующих объектах, фактах, явлениях, очень часто статистические данные. Вот такая проблема, особенно для студентов, при подготовке своих письменных работ. Да и мы тоже с этим часто, чего греха таить, сталкиваемся. Подтвердите цифрами, а где их взять, где эти исследования, где эта статистика. И, соответственно, есть четыре вида информационного поиска. И фактографический поиск, он в основном связан с извлечением вот этих данных из имеющихся источников, из найденных источников. Аналитический дефицит – это нехватка такой обобщающей информации, концепции, гипотез, методик, программы исследований, теорий. И вот этот поиск, он уже требует привлечения значительного числа источников, при этом конечный результат будет складываться по частям из разных источников. То есть здесь более широкий поиск нужно проводить. Потребуется потом реконструкция знаний на основе полученных сведений. Документальный информационный дефицит – это нехватка данных по рассматриваемой теме, причем данных из документов, которые невозможно перефразировать, пересказать, изменить, содержащих уникальные сведения. В первую очередь это законодательные акты, какие-то нормативные акты, инструкции, стандарты, правила, то, что менять нельзя. Документальный поиск, он связан как раз с поиском этих ресурсов. И библиографический дефицит – это нехватка необходимых сведений о самом источнике, установлении его мест в системе других источников, библиографических описаний. И в этом случае поиск ведется либо по библиографическим пособиям, содержащим сведения об этих документах, либо по реферативным библиографическим базам данных, либо по электронным каталогам библиотек. Вот, собственно, четыре вида поиска, которые очень часто пересекаются между собой. Но когда мы формируем запрос, нам необходимо в первую очередь ставить цель на конкретный поиск. Необходимо, в общем-то, понять и подумать, что нас в первую очередь интересует. То ли мы ищем данные статистики для своей работы, то ли нам нужен аналитический поиск, более широкий тематический поиск, привлечение большого количества источников. И ограничение поиска – это всегда кроется в нашем сознании. Если мы не знаем тему, то и не знаем, что искать в интернете. Поэтому начинаются метания и, соответственно, потери времени. Поэтому первое, с чего стоит начать, это определить, что мы ищем, ну и, конечно же, хорошо знать свою тему. Сегодня очень важно знать не только, что ищешь, но и где. И если не знать, где находится база данных, найти информацию практически невозможно. Например, те же самые диссертации, особенно иностранные диссертации, то найти онлайн очень трудно. Нет, конечно, сервисы по продаже PDF-файлов, они есть. Найти можно, но многие сервисы предоставляют, и ресурсы предоставляют доступ к текстам диссертации совершенно бесплатно. Поэтому потери времени, потери денег, либо четкое знание, какими ресурсами можно пользоваться, для того, чтобы сократить себе вот эти самые затраты. И какими схемами, каким алгоритмом можно пользоваться. В 1980 году была предложена такая пошаговая схема тематического поиска Ениш. Пошаговая схема, она разрабатывалась для тематического библиографического поиска, в который все поисковые процессы были представлены в таком-то общем виде. Кстати, эта схема, хоть она и разрабатывалась в такую докомпьютерную эпоху, она применима и к поиску информации в интернете. Да, естественно, с некоторой доработкой. Вот эту схему можно взять. Специально не делаю каких-то уточнений и конкретизаций, но ее можно использовать, можно адаптировать под любой из видов поиска, который мы выше с вами на слайде видели. Чуть-чуть добавив и изменив. Сейчас попробую. Ага, карандашик получилось. Да, вот, например, на этом этапе и вот здесь, где определяется перечень источников, я бы еще добавила перечень тех сервисов, ресурсов, баз данных, каталогов, где искать эту необходимую информацию. А в целом, какой бы поиск мы не осуществляли, мы, в принципе, мы проходим по этой схеме. То есть самое первое, с чего все начинается, это разработка поискового запроса. Определение тематики, видов документов, периода, за который мы отсматриваем документы, это тоже позволяет в последующем уже отсекать ненужную информацию. И язык или языки публикации. Вот здесь, на втором этапе составления перечня источников, я бы еще предварительным таким этапом поставила составление перечня ресурсов, используемых для поиска необходимых документов, необходимых источников. И вот здесь, на этапе разработки поискового запроса, мы тоже сталкиваемся иногда с такой проблемой, как слабое владение темой. То есть поиск, в принципе, он начинается вот здесь. Для того, чтобы разработать четкий поисковый запрос, то, что мы, кстати, тоже со студентами вчера обсуждали, если не знаешь, с чего начинать писать статью, многие застряли на этапе введения, начинай писать с середины, набери фактуру, а потом уже пиши начало введения и заключения. И если слабо представляешь, что это за тема, одно дело, если ты выбираешь ее из перечня сам, другое дело, если тебе ее дал преподаватель, а ты в ней слабо еще разбираешься. Провести просто такой расширенный поиск по интернету, не концентрируясь вот на этой части. Вообще все, что есть по этой теме, начните, доходьте с Википедии, посмотрите определение понятий, перейдите к источникам, осуществите вот этот переход по гиперссылкам, кто что написал на эту тему, просто просматривайте, просто поваритесь внутри этой темы, а потом уже можно приступать к такой информационной археологии, проводить раскопки дальше. Хотя бы просто понять, что это, о чем, кто об этом говорил. То есть поиск начинается уже на этапе разработки такого поискового запроса. Вот это, кстати, для студентов почему-то оказалось открытием. Сначала надо повариться в этой теме, а потом уже переходить дальше. Как искать? Несколько советов по поиску в сети интернет. Первая рекомендация. Используйте разные поисковики. Выдачи могут отличаться. Даже если вы один и тот же поисковый запрос вводите в Google и в Яндекс, с страниц выдачи будут... Результаты на странице выдачи будут отличаться. Может быть, незначительно, а может быть и в значительной степени. Поэтому используйте. Чем больше разных поисковых систем вы используете, тем лучше, тем быстрее вы сможете найти нужную вам информацию. Посмотрите еще, нет ли специализированных ресурсов для осуществления такого спецпоиска. Например, на Google, Google Scholar, Академия Google. Всем наверняка хорошо известная. Вот научно-учебную информацию лучше искать там, не в самом Google, а в Google Scholar. Второе, что мы часто... Ошибка, которую мы часто допускаем. Копайте глубже. Глубина поиска. Первые страницы выдачи, как правило, насыщены коммерческой информацией. Владельцы сайтов доплачивают за то, чтобы попасть в первые страницы выдачи. Поэтому нужная для вас информация, конечно, не исключаю, что она может находиться на первой и на второй странице, но очень часто вот эта коммерческая информация, она ее перебивает, они уходят дальше. Вот для себя я, например, взяла такое правило, правило восьми. Я отсматриваю первые восемь страниц выдачи. И, как правило, где-то на четвертой, пятой начинает попадаться действительно та информация, которая мне необходима. поэтому для себя определите, я не знаю вашу тематику и вашу специфику, но для себя определите вот ту глубину просмотра. И если вы даете студентам задание на поиск информации, обязательно вот этот вот элемент включайте в задание. То есть определите глубину просмотра не меньше, чем. чтобы не брали всю информацию с первой страницы, где не всегда находится именно то, что нам нужно. Ну, самая такая большая глубина просмотра у меня была 23. На всю жизнь запомню 23 страницы. Это был поиск информации для книги Глеба Архангельского «Корпоративный тайм-менеджмент». И вот там было задание по одной из глав найти интересные факты, иллюстрирующие материал, изложенный в этой главе. Задача оказалась очень сложной. Только на 23 или 22 и 23 страницах выдачи попались те источники, которые действительно подходили и действительно содержали какие-то интересные факты. Следующее правило, поэтому обязательно глубина просмотра. Следующее правило, которое нужно учитывать, это четко сформулированный запрос на поиск. Хорошее знание темы, понимание, что мы ищем. Мы ищем цифры, мы ищем факты, мы ищем терминологию, мы ищем аналитический поиск, осуществляем либо библиографические сведения. То есть запрос должен быть четко сформулирован. В этом нам помогает еще один пункт, который мы иногда игнорируем. Это использование фильтров, которые помогают найти нужную нам информацию, убирая информационный шум. Это те самые операторы или модификаторы, как их называют, которые есть в поисковых системах и которые помогают нам быстрее находить нужную для нас информацию, отсекая все лишнее, что попадается нам, особенно в первых страницах выдачи. Коллеги, напишите, пожалуйста, просто поставьте плюсик в чат, кто регулярно использует вот эти операторы Яндекса, Гугла при формулировании своих поисковых запросов. Отлично. Отлично. Нерегулярно, но время от времени. Ага, супер. Вот это обязательно нужно доводить, если мы говорим о студентах и об обучении поиском, это одно из первых правил, которые нужно учитывать. Еще один момент, прежде чем доверять, проверяй, обращайте внимание на ту информацию, не только на ту информацию, но и на те ресурсы, на которых эта информация размещена. То есть что это за сайт, кто написал эту информацию, что это за сам источник. Если есть отсылки к первоисточникам, лучше перекопаться до первоисточников и пользоваться уже этой информацией, а не цитпо. Не всегда это представляется возможным, но если такая возможность есть, лучше ее использовать, не забывать про это правило. Елена Ивановна, про примеры использования операторов сейчас покажу, обязательно. И еще одно правило, которое значительно сокращает время на работу с источниками, особенно с ресурсами удаленного доступа, с веб-страницами, сайтами, дублируйте, дублируйте окна, дублируйте вкладки. Переход по страницам в одном окне браузера может быть неэффективным. Для того, чтобы вернуться к ранее просмотренной информации, а нам это бывает необходимо, приходится опять листать страницы, искать, переходить, возвращаться обратно, потом идти дальше, на что уходит достаточно много лишнего времени. Поэтому открывайте сразу несколько окон браузера и вместо того, чтобы щелкать по ссылкам на полученные страницы, лучше используйте пункт меню открыть в новом окне. Щелкайте по ссылке правой клавишей мыши и выбирайте пункт открыть в новом окне. Или переносите ссылку мышью на второе окно браузера, либо дублируйте вкладку. По самой вкладке также правой клавишей мыши выбираем пункт дублировать, открываем в новом окне и там уже осуществляем переход. Таким образом, да, вкладок открывается очень много, но с другой стороны легче между ними перемещаться, анализируя полученную информацию, в случае если есть необходимость вернуться обратно. Самое главное, только потом не забудьте все открытые вкладки позакрывать, иначе вы перегрузите свою сама иногда делаю и компьютер начинает реально виснуть, памяти уже не хватает, поэтому вкладки здесь не просто дублировать окна, но еще дополнение к этому правилу не забудьте потом лишнее закрыть. Найденную информацию лучше сразу сохраняйте в закладке, даже если это случайно попутно нашедшееся интересно, и вы понимаете, что в дальнейшем оно может вам пригодиться, но пока не соответствует цели поставленного поиска, сохраните лучше эту информацию в закладке, у вас всегда потом будет возможность вернуться, и организуйте систему закладок, все в одной куче, вы потом не найдете, также будете тратить время, то есть применяйте принцип метода ограниченного хаоса, сначала собираем, если закладок накапливается много, группируйте их по темам, где-то от 10 закладок уже можно начинать группировку проводить, и распределять их по темам, по папкам, у меня закладки сидят, например, по вебинарам, когда я собираю информацию, они прям по названиям вебинаров, у меня отдельные папки, и вся информация там находится, поэтому очень легко бывает потом для использования для других целей эту информацию выводить, где искать, вот это такие короткие простые правила для использования в интернете, про модификации Елена напомню, и сейчас, когда будем говорить, где искать, я вам еще и покажу эти операторы, но первое, с чего обычно начинается поиск, это либо Google, либо Яндекс, это такой супермаркет, идем за хлебом, чтобы не заблудиться вот в этом изобилии и не накупить по дороге лишнего, про хлеб вспомнить, только придя домой, вот для этого нам как раз четкость формулирования запроса и нужна. Еще хорошо бы знать, где находится этот самый стенд, этот самый лоток с тем самым хлебом, который нам необходимо купить с хлебом насущным, иначе мы долго будем бродить в этом изобилии. Вот это примерно то, что и представляет себя поисковая система. Сориентироваться нам здесь помогают те самые правильно сформулированные поисковые запросы и те самые операторы. Например, операторы Яндекса, вот они здесь перечислены основные, для каких целей они используются и ссылочку в презентации она есть, можно перейти, там более полный список представлен. полезности для поиска этих операторов Ну, во-первых, они работают только в расширенном поиске. Для этого требуется предварительная настройка поисковика для использования операторов. Расширенный поиск Обычно он скрывается во всех инструкциях, если смотреть, указывается, что он скрывается вот здесь, и после того, как изменился интерфейс, у меня, например, этого значка вот здесь нет расширенного поиска. делается очень просто выводить свой поисковый запрос без всяких операторов, открывается страница выдачи с поисковым запросом, и вот здесь появляется вот этот значок расширенного поиска, и вот теперь уже можно, открыв его, можно вводить уже операторы и использовать нужные для нас операторы. Какие полезности они дают? Ну, все разбирать, конечно же, не будем, но просто самые основные. Минус. Если мы хотим найти информацию, в которой не должно быть определенного слова или не должно быть определенного формата, то мы применяем знак минус. Он ищет все вот это за исключением вот этих слов. То есть, например, я хочу найти все файлы, все результаты, но не в PDF-файле. Мне они не нужны. И вот уже из 97 миллионов результатов у меня осталось 21. Или наоборот, мне нужны только PDF-файлы. Я помню, что была какая-то инструкция именно в файле PDF. Меняем знак плюс на минус. Он ищет только те материалы, только ту информацию, где есть это слово. И кавычки. Поисковые машины настроены так, что начинают выдавать наиболее раскрученные сайты, на которых встречается хотя бы одно слово из запроса. Но того, что мы ищем, там может не быть. Поэтому, чтобы найти нужное, достаточно заключить поисковый запрос в кавычки, и поиск выдаст именно те сайты, на которых встречаются все слова. То есть, если мы вот эту возьмем, вот эту фразу в кавычки, она выдаст совершенно другое количество источников. если нам необходимо найти информацию о точном названии или полную фразу мы из текста не помним, для этого можно применять, например, значок end. Набираем в поисковике слова, которые, по нашему мнению, относятся к информации необходимой. Делаем это в любом порядке, но при этом между словами вставляем символ end. Поисковая система будет искать те сайты, не те сайты, где находится хотя бы одно слово, а где все набранные слова будут в одном предложении, но в разном порядке. И восклицательный знак. Все операторы поиска по молчанию ищут слова с учетом морфологии. То есть, они могут склонять слова. Если нам необходимо, чтобы в названии или в предложении находилось слово именно в том виде, в котором мы его запрашиваем, то рядом с этим словом ставим значок восклицательного знака. Да, ну вот, например, вебометрия, да, вот он выдает мне и вебометрикс, и, 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 и много еще чего. Если я оставлю значок восклицательный период слова вебометрия, вебометрия, он мне первые результаты начинает выдавать именно со словом, там, где содержится именно это слово в неизмененном виде, то есть результат поиска уже меняется. Есть еще одна интересная фишка в поиске, поиск по типу файла. Иногда нам необходимо получить либо все PDF-файлы, либо все доки, там, экселевские файлы, либо презентации. Вот есть три способа, как это можно сделать. Например, в Яндексе. Первый мы с вами рассмотрели через значок плюс. Ставим плюс, пишем расширение PDF или док или PPT. Либо второй вариант использования вот этого слова. Я ввожу поисковое слово запроса, ввожу вот это вот эту фразу и вот сюда просто подставляю нужный мне формат, который я ищу и мне выдает все необходимые документы именно в этом формате. Есть еще один вариант, как это можно искать через расширение запроса. Там есть тоже поиск по типу файла. Это тоже можно делать. В Google то же самое. те же самые правила и те же самые практические операторы действуют и для поиска в Google. Здесь тоже они скрываются под этой кнопочкой инструменты. И в открывшейся менюшке мы выбираем не все результаты, а выбираем точное соответствие фразе, вводим сюда оператора, выбираем точное соответствие фразе, тогда он будет искать с применением применять вот эти операторы к поисковому запросу. Операторы Google вот тоже я вам привожу здесь и привожу ссылку, где можно познакомиться с более расширенным вариантом и способами их применения. Причем здесь есть возможность искать и по социальным сетям, и определенные сайты, и также можно искать по типу документов. По типу документов здесь используется немножко другой оператор, чем в Яндексе. и здесь есть здесь есть вот такая вот вещь. Нет результатов, да. Очень важно правильно вводить запрос и помнить одно правило по поводу пробелов и сочетания знаков. Вожу я с кавычками вроде бы, он не выдает, что результатов нет. Название после обозначения расширения файла обязательно должно идти без кавычек. Тогда он выдает полный список именно файлов презентации. Есть еще одно правило. Здесь мы пробелы между словами не ставим, то есть знак двоеточие не отделяется пробелами. А вот когда мы используем в Яндексе например те же минус, плюс, тут сейчас я вернусь назад, вот, если мы используем какой-либо из операторов он привязывается к нужному слову и пробел между ними не ставится, но пробел ставится вот здесь перед оператором. То же самое с восклицательным знаком, он не отделяется пробелом от того слова, которое нам необходимо, чтобы выводилось в нужном формате. поэтому здесь с пробелами очень аккуратно, иногда поторопившись мы можем просто неправильно задать запрос, а спешка приводит к возникновению ошибки и соответственно под затраченным лишним затратом времени. Кстати, вот этот поиск с использованием операторов он применяется и в библиотечных каталогах, например, в каталоге RGB, там даже дается прям перечень операторов используемых при составлении поискового запроса и на многих сайтах, во многих поисковых системах, во многих электронных каталогах используются примерно те же самые операторы, но с небольшими модификациями, но если общий принцип знать, то искать становится достаточно просто даже в каталогах. И вот, например, операторы, которые применяются в каталогах RGB, прямо в пояснении четко расписывается прямо инструкция, какие операторы для чего используются. Они те же самые, что используются и для поисковых запросов в поисковых системах. Поиск по изображению. Поисковая система дает нам возможность искать информацию и по изображению, как это делается в Google. Обращайте внимание, вот здесь должен быть значок фотоаппарата, если его нет и он не появляется и его нет, вот здесь он скрывается. Нажимаем картинки и тогда получаем возможность поиска по изображению. В Яндексе тоже самое, тот же самый знак, просто изображение вставляем, имеющееся изображение вставляем, вот, например, мне нужно было найти схему, где, в каком источнике находится эта схема, я хочу найти первоисточник. И вставляя изображение, просто перетаскивая файл, или если нет, рисуем от руки, на их вставляем, он выдает список сайтов, где встречается это изображение. И, по крайней мере, я уже получаю сразу, достаточно быстро, название той статьи, авторы, год публикации, где есть данная схема, данное изображение. Вот с Яндексом получилось очень быстро и очень просто. Хотя бы источник уже определен, уже знаешь, что искать конкретно. С Гуглом получилось несколько хуже. Гугл вот это изображение выполнил с ошибкой, вернее, с проблемой. Пришлось добавлять ключевое слово в поисковую строку вебометрия, библиометрия, и выдача была не совсем корректна, не совсем релевантна тому запросу, который был сделан. То есть название статьи он мне не выдал. Яндекс в этом случае сработал более эффективно. А если в Гугл ввела просто картинку без вот этого уточняющего ключевого слова, обозначающего тему поиска, он мне выдал вообще информацию о каких-то футбольных дивизионах Дании, что вообще не картинки, он, видимо, нашел просто схожие картинки и изображения и посчитал, что это то самое. Но это были совсем не источники по библиометрии или веб-блиометрии. Поэтому с этим поиском очень осторожно. Яндекс в этом случае сработал гораздо более эффективно, чем Гугл. И работая с ресурсами, с поисковыми системами интернета, обязательно дублируйте вкладки. Еще раз напоминаю, открывайте в новом окне для сокращения времени на лихорадочное листание и переходы внутри одного сайта. С чего начинать поиск? Чаще всего мы начинаем с Яндекса, Гугла, с поисковых систем, но легче всего все-таки начать с имеющихся под рукой ресурсов. Если мы говорим о научной или текстовой информации, о публикациях, научных публикациях, воспользуйтесь теми электронными библиотечными системами, библиотеками онлайн, которые есть например в вашем ВУЗе или образовательной организации, на которую у вас есть подписка, и библиотечные электронные каталоги. Если, конечно, нет четкой привязки к определенному виду документа, например, зарубежные диссертации, удобнее, конечно, и проще искать уже на специализированном ресурсе, или мы не знаем спецресурсов, где это может находиться. Любой тематический, аналитический, библиографический поиск, лучше начинать с каталогов. И специализированные каталоги, специализированные ресурсы, это уже те места, где мы можем найти еще быстрее нужную, требуемую нам информацию. Первое, что каталоги РГБ, ссылка на страницу сайта с каталогами, на всякий случай продублируем сюда, опять же, для быстрого поиска. Здесь есть свои условия и свои особенности для поиска. Если мы ищем диссертацию, то лучше воспользоваться естественно каталогами диссертационных исследований, а не общим электронным каталогом. И иногда нам нужен не единый каталог, а специализированные отделы, которые прячутся, поэтому их лучше разыскать. Любой поиск может содержать ошибки, и даже при правильном запросе книгу оказывается трудно найти, если мы пользуемся простым поиском, поэтому используйте расширенный поиск и в тех же самых каталогах. Есть в расширенном поиске полезное такое поле, как тема. Им тоже не стоит пренебрегать, особенно если нам нужно найти большое количество источников по какой-либо тематике, аналитический дефицит с помощью поиска удовлетворить. тема может отсутствовать в названии самой работы, но связана с этой работой. И поэтому используя поиск по этому полю, мы можем расширить таким образом себе количество источников. И есть еще один момент, который присутствует в тех же каталогах РГБ, это возможность использования удаленных сетевых ресурсов. Специальным значком они отмечены, есть возможность доступа через сеть интернет, но естественно при наличии читательского билета, то есть из дома мы совершенно спокойно можем получить доступ к большому количеству информации, в том числе и к Эпскам. что нам позволяет сделать использование вот этого ресурса, вот этих возможностей РГБ. Мы можем получить доступ к полнотекстовым мультидисциплинарным базам данных Эпско-Хост, к коллекции диссертации ProQuest Dissertation and Test Global, к архивам пяти зарубежных газет из коллекции ProQuest Historical Newspaper и еще много-много-много чего. И вот последняя из новинок, которая была, это доступ к ресурсам издательства Springer. Доступ в ней РГБ можно настроить, но предварительно нужно создать аккаунт через сеть Wi-Fi РГБ или воспользовавшись любым компьютером, установленным в читательской зоне РГБ. И это позволяет нам получить доступ и к полнотекстовым, и к реферативным библиографическим данным. Все условия доступа вот здесь на сайте РГБ ссылка тоже есть, и можно воспользоваться, посмотреть, к чему есть у нас открытый доступ, к каким типам ресурсов. Это тоже очень хорошее подспорье для того, чтобы сократить время на поиск. И есть еще несколько ресурсов, которые позволяют нам осуществлять быстро такой метабиблиографический поиск. Можно, конечно, пользоваться отдельно всеми электронными каталогами разных библиотек, но можно воспользоваться таким метабиблиографическим поиском. Самый простой это портал SIGLA. Метабиблиографический поиск это поиск по различным каталогам разных библиотек, которые благодаря протоколу Z3950 объединены в одну сеть библиографической информации. И вот Сигло позволяет нам осуществлять такой поиск по 453 каталога присутствуют на этом портале. Это портал межбиблиотечной информации с возможностью поиска по электронным каталогам крупнейших библиотек. Это совместная информационная проект научной библиотеки МГУ и компания библиотечная компьютерная сеть. Некоторые библиотеки участники, участницы этого проекта разрешают с помощью этого портала удаленно заказывать нужную литературу. Но, естественно, не всегда это только заказ литературы, не всегда это доступ к полнотекстовым изданиям, к самим книгам. Но заказать можно. Да, сейчас посмотрим. Да, здесь более 450 каталогов. Здесь есть возможность делать выборку из тех каталогов, тех библиотек, которые вас интересуют. Также есть возможность расширенного поиска. И вот из... Вы можете отбирать в избранное. Вот, например, с 453 отобрали 25 каталогов. И Вы можете спокойно создавать вот такую систему тех каталогов, которыми я пользуюсь. И дальше все очень просто. Вводим поисковый запрос, опять же, с использованием операторов. Например, часть слова. И вот он выдает, в каких каталогах эти записи присутствуют с этим словом, с этим названием. Мы можем посмотреть книгу. Если есть возможность удаленного заказа необходимой литературы, это можно сделать через портал Сига. И можно посмотреть полную карточку. То есть для библиографического поиска это тоже очень хороший вариант. Еще одна система, которой можно пользоваться, это система УИС-Россия. Так, ссылочку на нее тоже вам даю. Это университетская информационная система, созданная и поддерживается как электронная библиотека для учебных программ и исследований в основном в гуманитарных науках. По доступу. Условия доступа бесплатные, но желательная регистрация. Регистрироваться можно и как коллективным пользователям, так и индивидуальным. Для индивидуальной регистрации нужно заполнить форму, отправить на указанный адрес почты, электронный адрес есть на сайте, и в течение нескольких дней открывается доступ. Основная целевая аудитория этой системы это преподаватели, аспиранты, студенты, учащиеся в университетах, колледжах, сотрудники научных институтов. И есть фри доступ, свободный доступ, гостевой, но без регистрации, но при этом есть и возможности, значительно сужен функционал, ограничены возможности доступа к различным ресурсам. Но даже гостевой доступ дает, тем не менее, возможность для полнотекстового поиска. Например, поиск по базам и публикациям. Основные темы, вот они представлены здесь на сайте, это регионы России, дети России, аналитические публикации и поиск по базам и публикациям. Вот к этой части при гостевом доступе, при гостевом формате, доступ, он как раз и открыт. Что здесь можно найти? Вот основные тематики здесь представлены. Сама эта информационная система формируется из электронных версий первоисточников. Первоисточники представляются бесплатно в соответствии с соглашением о сотрудничестве организации правообладателей и научно-исследовательского вычислительного центра МГУ. И здесь представлены ресурсы некоторых государственных организаций. Министерство финансов, экономического развития торговли, государственные статистики. Эта информация копируется с официальных сайтов. И некоторые партнеры предоставляют доступ для зарегистрированных пользователей сервера УИС Россия на свои серверы по специальным процедурам. Такие как правовая фирма Гарант, Центр демографии, экологии человека и другие. Так что если пользоваться и если необходимо работать с этими системами, с этими ресурсами, лучше конечно пройти процедуру регистрации. Самая крупная вот такая система. Чем она еще интересна? Здесь можно найти архивы размещенных журналов. Вот например Вестник МГУ серии экономики. Можно открыть и посмотреть за какие годы здесь собрана информация. Ну и соответственно воспользоваться росписью статей. Есть возможность скачивания. Тут два варианта. как познакомиться с текстом. Либо ссылка на первоисточник и можно читать онлайн, либо кликаем по названию и номеру и можно скачать текст этого выпуска. Есть еще здесь очень хороший такой раздел как полезные ссылки и очень полезная вещь, которой очень часто не хватает, особенно в условиях ограниченности времени на подготовку курсовых, дипломных или иных работ магистрских диссертаций, когда нужно найти какие-то статистические данные. Вот здесь есть очень хорошие статистические коллекции международных организаций и национальные статистические ресурсы. То есть если у нас идет речь не только о России, но и о зарубежных данных, их можно спокойно получить через этот сервис. Достаточно быстро. Национальные статистические ресурсы и дальше по странам мы выбираем то, что нам необходимо. Например, нас интересует статистика по Канаде, и вот мы получаем уже доступ непосредственно к первоисточнику. То есть опять же мы не пользуемся непроверенными данными, приведенными в какой-то статье, либо на них ссылаются, но это вторичная информация, вы можете ее перепроверить. Опять же о достоверности приводимой нами информации в наших же публикациях, либо работа. Вот есть возможность перепроверить. Что касается статистики, это очень полезный такой ресурс. Еще один ресурс, самая крупная и известная библиографическая база данных в таком мировом, наверное, масштабе ЭПСКО. Это реферативная база данных. Самого текстового материала она не содержит, она содержит только ссылку на источники. плюсы и минусы они приведены здесь. Но опять же доступ к ЭПСКО ХОД ХОД хоть он и осуществляется по подписке, но мы помним, что через каталог ресурсов РГБ, будучи читателем РГБ, мы можем получить доступ и к этой базе данных, благо такая возможность нам предоставляется. Поэтому к самой базе, либо по подписке, либо через каталоги РГБ можно выйти. Вот это я вам кидаю ссылку на инструкцию к использованию этой базой. Такой хелпер-помощник, в которой можно узнать подробности использования этого ресурса. Он дает очень хороший доступ, но опять же не полнотекстовый. еще одна знакомая нам уже база, про которую мы говорили по-моему не один раз, это скопус и настройка для поиска информации. Если по скопусу все-таки требуется подписка и вход строго по регистрации, вот используя эту аналитическую надстройку, мы можем получить информацию совершенно бесплатно и даже не проходя процедуру регистрации. опять же это не полнотекстовый ресурс, он не дает доступа к полнотекстовым источникам, к самим статьям, но сориентироваться по изданиям можно и через выборку, это мы тоже рассматривали, когда говорили о работе со скопусом, с этой надстройкой, как осуществлять выборку по различным фильтрам, мы можем получить доступ непосредственно к самим интересующим нас изданиям. Через карточку издания, если есть вот эта самая ссылочка на сайт издания, а чаще всего она есть, мы можем перейти непосредственно на сам сайт, и здесь уже чаще всего выкладывается архив публикацией. То есть через надстройку к скопус в скайбазе мы просто выявляем интересующие нас издания и дальше уже работаем непосредственно с ними. То есть это тоже один из способов, как быстро можно найти. Еще один вариант. Мы нашли упоминание, не нашли текст самой статьи, но мы нашли упоминание, и там был приведен индекс ДОИ. Ищем статью через ДОИ, которая есть у многих сейчас статей, тем более ведущих журналов. Он позволяет нам сразу находить, ведет нас к месту хранения самой статьи, URL может меняться часто, иногда очень быстро, где-то средняя продолжительность существования, там год полтора, потом ссылка может, заходим по ссылке, а статья уже переехала. И по ДОИ очень легко искать, просто вводим идентификатор на самом сайте, ссылку на сайт я вам тоже кидаю в чат, на всякий случай, здесь она приведена на слайде, но еще раз продублирую. Просто копируем идентификатор, вставляем, и он находит саму статью. Также можно идентификатор вводить и в поисковой системе, через Google Яндекс поиск. Есть еще несколько сайтов, где можно по ДОИ находить статьи. Вот еще один из них я вам сюда привожу. на кросс-рефе можно осуществлять поиск по ДОИ и на датасайт. Это агрегаторы, это официальные регистраторы, прошу прощения, агрегаторы, это официальные регистраторы, которые осуществляют присвоение этого индекса наряду с ДОИ. Поэтому тоже вот три таких ресурса для поиска конкретной статьи по ДОИ. По крайней мере библиографическую информацию мы уж точно можем получить. Ну, еще раз напоминаю, один из ресурсов, специализированных ресурсов поиска, это Google Scholar. Русифицированная поисковая система позволяет нам выполнять вот следующие операции осуществлять полнотекстовый поиск, есть функция цитируется по и непосредственно переход к самой статье. Причем, если статья размещена, например, на Киберленинге, тут же можно осуществить переход непосредственно к самому тексту этой статьи, не открывая дополнительного сайта. Киберленинга это уже всем давно известный ресурс. Есть еще парочка ресурсов, которые помогают нам в поиске информации. Это информрегистр, сайт информрегистра, где собираются электронные издания сетевого распространения. На одном из вебинаров мы подробно этот ресурс рассматривали, но еще раз напоминаю, что им можно пользоваться, если нас интересуют именно электронные издания, которые распространяются сетевым образом. Для печатной информации не забываем про сайт РКП Российской книжной палаты. На самом сайте возможен доступ не ко всем изданиям, но тем не менее к библиографическим пособиям книги России, диссертации, авторефераты, диссертации, газеты. И через эти библиографические пособия возможно осуществлять и тематический поиск, и библиографических данных. Поиск библиографических данных библиографическими пособиями не пренебрегаем. Здесь тоже особенно при изучении какой-то новой темы очень легко можно получить необходимую для нас информацию. поисковые еще к поисковым ресурсам. Где искать зарубежные диссертации? Вот такой небольшой список по различным упоминаниям, по различным ресурсам я вам здесь привожу. Если нас интересуют именно зарубежные диссертации, зарубежные исследования, можно воспользоваться вот этими ресурсами, которые предоставляет такой доступ. Первый это мета-поисковая система. Она дает возможность осуществлять поиск полнотекстовых диссертаций открытого доступа или сведения о диссертациях ограниченного доступа. БАС где-то содержит около 4 миллионов документов. Но здесь важно при осуществлении поиска обращать внимание дает дают ли дается ли возможность именно полнотекстового либо только описание диссертации. Иногда этого бывает достаточно. Вот по этому ресурсу например я хотела посмотреть диссертацию изданную в США по теме скрама. Он меня переадресует к ресурсу диссертации вебска. И здесь дается не доступ к самим текстам диссертации а даже не к авторефератам а скорее к описанию самой диссертации. По крайней мере библиографическую информацию можно получить. поэтому очень важно если пользуемся этим ресурсом обращать внимание на то дает ли он возможность полнотекстового поиска. По остальным из списка они остальные ресурсы для самостоятельного поиска они разделены по темам. первой из списка содержит диссертации дипломные работы выпускников на английском языке в основном и здесь есть открытый доступ к полным текстам для всех работ есть второй ресурс это диссертации из европейских библиотек также есть полнотекстовый доступ к полным текстам для всех работ вот этот третий ресурс может быть нам интересен особенно потому что он содержит диссертации научные статьи сотрудников научно-образовательных учреждений но только Франции также есть доступ полный доступ к текстам работ и дальше идут ресурсы вот этот третий четвертый это по японским университетам и институтам в основном содержит только библиографическую информацию по диссертациям и следующие ресурсы да они тоже также специализируются на поиске диссертационных исследований по различным тематикам по там где-то по отдельным странам это надо уже смотреть ну вот лучше всего пользоваться вот этим мета-поисковой системой которая дает возможность искать уже по странам и континентам значит по научным статьям это что касается диссертационных исследований по научным статьям основные поисковые ресурсы также я вам привожу здесь списком можно смотреть вот этот самый первый ресурс Ampaywall один из самых удобных инструментов для бесплатного доступа лучше всего на него заходить либо под хромом либо под файрфоксом это расширение для этих браузеров автоматически оно устанавливается и автоматически ищет полные тексты научных статей можно скачать если есть доступ к скачиванию замочек справа от статьи будет зеленого цвета то ее можно скачать в формате pdf и но требуется на этом при переходе по этой ссылке требуется установить расширение именно для вот этих двух браузеров хром и файрфокс на яндексе он работать не будет академия google про нее мы уже говорили она уже знакомая вещь третий сайт open access button тоже позволяет находить научные статьи в полнотекстовом формате а вот вот этот вот этот вот ресурс обращаю ваше внимание на него этот сайт был создан специально для того чтобы решить проблему открытого доступа к статьям здесь выкладываются неопубликованные работы здесь чаще всего выкладываются припринты статей ученых то есть фактически это черновики наброски какие-то мысли по ходу неопубликованные еще но чаще всего они с небольшими изменениями публикуются потом большинство работ это в основном по тематике физики и математики но сейчас туда начинает выкладывать создается аналог для биологии других естественных наук ну и другие публикации здесь тоже встречаются поэтому здесь можно можно тоже посмотреть какой-то материал для себя может быть позаимствовать по крайней мере найти коллег ученых и воспользоваться материалами представленными здесь но опять же это не опубликованные материалы поэтому при ссылке на них нужно действовать осторожно все-таки пока еще не официально опубликованная информация если не удается найти статью то можно напрямую связаться с авторами или их коллегами и попросить у них полный текст в конце концов практика которая применяется в общем-то в научном мире и есть два отработанных способа которые также предлагаются к использованию если очень нужен текст именно этой статьи аналогов найти невозможно то либо вот здесь воспользоваться твиттером и опубликовать свой запрос вот с таким хэштегом на который авторы как правило откликаются необходимо только указать какую статью ищите куда ее присылать или регистрация на вот этом сайте researchgate возможно тоже знакомый ресурс который также позволяет установить связи найти нужную статью в профиле автора найти профиль автора можно попросить полный текст статьи там такая кнопочка есть и чаще всего автор отвечает в течение недели и присылает этот файл на указанную вами в профиле форму но обязательно нужно зарегистрироваться и здесь же можно кстати установить контакты с самим автором статьи аналогичный ресурс вот этот третий академия еду требуется регистрация на вход он более популярен среди ученых авторов работающих в области гуманитарных социальных наук там иногда даже главы из книг припринты статьи доклады можно и не просить их можно скачать прямо из профиля исследователей очень часто они их выкладывают в открытый доступ ну и помимо специализированных таких баз данных есть им помимо таких баз данных общего назначения есть специализированные базы данных подробно на них останавливаться не буду просто пару слов по какой тематике каждый из них первые пабмет это в основном медицина биология есть ссылки на полнотекстовые источники второй ресурс это англоязычные статьи журналы научные работы расширенные тематики третья это медицина библиографическая база статей неполнотекстовая и четвертый это какой у нас да четвертый это вопрос психологии вот этот сайт по химии кстати сейчас скажу с третьим по-моему они взаимосвязаны да у них есть связь следующий предпоследний это англоязычная база по психологии и есть еще последний источник это подборки статей по разным тематикам фронтиер сделает подборки статей по разным тематикам выкладывает их в открытый доступ был еще один ресурс по физике высоких энергий но к сожалению он недоступен поэтому беда всех этих ссылок базы ресурсов в том что периодически приходится их перепроверять поэтому когда вы создаете свою систему для поиска вы отбираете те ресурсы те специализированные базы которыми вы пользуетесь если это конечно не скопус не веб оф сайнс а именно специализированные какие-то ресурсы по определенной тематике по своей специфике вы их пожалуйста периодически проверяйте потому что последняя последняя база я даже список не стала включать когда я попробовала по ней перейти она дает 404 эррор сайт недоступен и все ее уже нет значит надо искать какой-то другой новый ресурс поэтому когда мы создаем вот такой список специализированных ресурсов для облегчения себе участи в процессе поиска периодически ревизию проводите особенно если вы эти ресурсы включаете в рабочие программы дисциплины либо методические рекомендации для студентов пожалуйста не забывайте их проверять чем чаще тем лучше да бывает и переезжают сайты и меняются и закрываются и вот с детскими поисковыми системами например вот так вот произошло один из широко рекламируемых ресурсов на данный момент сейчас недоступен Елена Ивановна ссылки должны быть кликабельны если скачать презентации с самой презентации они не кликабельны но если вы ее скачаете и потом откроете в Adobe Reader то ссылки должны быть кликабельны в крайнем случае коллеги если какие-то из ссылок окажутся не кликабельны с презентацией то чем я с вами сегодня поделилась пожалуйста в нашей группе в фейсбуке вы просто напишите я вам этот список туда просто продублирую либо отдельным постом либо в комментариях на всякий случай сейчас напомню адрес нашей группы то есть по всем вопросам спокойно можно обращаться в группу если что-то не открывается да вот адрес нашей группы автора научных публикаций ну там много информации вообще полезной для преподавателей для организации учебного процесса тоже стараемся размещать поэтому вопросы или какие-то затруднения если будут можно спокойно писать туда там это там это и обсудим и сможем решить и напоследок напоследок от серьезной темы парочку поисковых детских поисковых систем приведу возможно кому-то это пригодится может быть для учителей это будет полезно да и для других тоже детская поисковая система Ага создана специально для самых юных пользователей интернета предназначена для поиска информации детских ресурсов здесь много ресурсов по воспитанию по здоровью детей и она может быть рекомендована не только самим детям но и родителям очень хороший кстати ресурс для того чтобы приучать ребенка к основам цифровой грамотности уже с детства чтобы они потом на первом курсе не говорили что оказывается поиск это целая история и не так все просто и легко тем более что контент защищенный и спокойно им можно пользоваться не боясь что дети яндекс или гугли нагуглят что-нибудь не то специальная детская тематика то же самое формирование поисковых запросов почему бы не получится здесь не попробовать организовывать поиск например для детей с помощью этого ресурса может быть полезен не только детям но учителям и родителям и много полезной информации содержится именно на этом ресурсе есть поэтому нужно спокойно им пользоваться еще один ресурс которым возможно пользуется вот 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 это началка да тоже содержит много информации учебного характера и для детей и для родителей и для учителей был еще третий ресурс но это вот как раз тот самый случай когда ресурсы исчезают безвозвратным если встретите в интернете вот такой ресурс квантура для детей имейте ввиду он не работает вот этот ресурс сейчас не работает если искать не по квантуру для детей а просто квантуру точка ком очень часто идет пересылка на него там вообще открываются какие-то отели великобритании то есть с этим ресурсом какие-то какие-то сейчас проблемы то технического плана то ли он вообще прекратил свое существование то ли прекратил существование на территории России поэтому не тратьте свое время им лучше сейчас не пользоваться ну вот собственно коллеги мы с вами добрались до конца мы посмотрели с вами общую схему как осуществлять поиск в интернете познакомились со схемой Ениш на основе которой кстати можно адаптировать ее под себя и использовать при поиске информации мы посмотрели с вами познакомились с разными ресурсами которые помогают нам осуществлять поиск достоверной научной проверенной информации и отсекать лишнюю в том числе и коммерческую информацию при поиске источников и разобрали несколько приемов как с помощью операторов формирования поисковых запросов облегчать себе жизнь убирая ненужный информационный шум на этом мы сегодня наверное с вами закончим еще раз напоминаю презентацию можно скачать из папки ресурсы воспользоваться если будут какие-то проблемы с или вопросы с использованием тех или иных ресурсов или понадобятся какие-то уточнения особенно при составлении каких-то рекомендаций например или методических рекомендаций для студентов обращайтесь не вопрос адрес есть адрес нашей группы я вам давала можно найти в фейсбуке можно писать мне в личку с удовольствием поделюсь тем что имею тем что что получается спасибо всем за сегодняшнее участие вебинаре надеюсь вам это было полезно какую-то полезную информацию вы сегодня получили и надеюсь что вы будете применять в дальнейшем кстати о том что получилось или не получилось я также предлагаю делиться в нашей группе потому что для нас полезен любой опыт то что хорошо одному может быть не совсем подходит другому в других условиях в другом контексте но вот этот обмен он для нас очень важен потому что мы вместе сможем найти какие-то решения которые будут полезны действительно всем каждому итак коллеги большое спасибо за сегодняшнее участие я передаю слово Павлу Юрьевичу а с вами я прощаюсь до новых встреч впереди у нас еще с вами целый целый дорогие друзья давайте поблагодарим Татьяну поблагодарим Татьяну за актуальный вебинар как всегда спасибо вам напоминаю что Директ Академия это вебинар каждый день мы входим в рабочий ритм на следующей неделе у нас будет 5 вебинаров приходите к нам будет интересно а пока хороших выходных хорошо провести вам и отдохнуть перед новой вебинарной неделей всего доброго до новых встреч до новых встреч